Свет, камера, мотор. Я, конечно, всё понимаю, но у школьников нет такого оборудования. И что ты предлагаешь? Вот у тебя же есть телефон. Держи его и вставай вот здесь и снимай меня. Александр, можно вас тоже попросить? Пожалуйста. Вот держите телефон и, пожалуйста, снимайте меня вот с этой точки на телефон. Спасибо. Ну а мы в свою очередь встаем перед камерами и рассказываем о себе. А смонтировать двухминутный ролик можно прямо на телефоне. Главное в кадре – эмоциональность и полнота информации. Тем, у кого есть камеры, можно и нужно креативничать. Дополнительные баллы участникам даст и оригинальность идеи – подача самопрезентации. Если вы всё привыкли делать самостоятельно, то можно воспользоваться селфи-палкой, например, прогуливаясь по любимым местам. Главное в этом деле не забывать о качестве звука. Вас должно быть хорошо слышно и, конечно, интересно слушать. Творчество не ограничено. Свои идеи предлагают и уже действующие студенты высшей школы журналистики. Если бы я сейчас снимала эту самопрезентацию, я бы сделала что-нибудь наглядное, может, на каком-то плакате какие-нибудь свои фишки придумывала и передвигалась по ходу дела. Я бы в стиле Риотов ТВ подходил к каким-то незнакомым людям, тем более я в Реострое живу, как бы, вот, подходил бы, показывал свои средства устойчивость, ну и, то есть, проявлял бы как-нибудь свою харизму. Ко второму туру конкурса на грант на обучение в КФУ за счет нашего телеканала допущены все участники первого тура. Видеоматериалы должны быть в формате MP4. До 26 апреля ссылку на ролик с самопрезентацией необходимо прислать на электронный адрес, который вы видите сейчас на экране. Будь в кадре вместе с ТНВ. Салават Мухмадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.